Князь Святослав из Запорожья в библиотеке Горького презентовали книгу, рассказывающую о трагической гибели князя на Днепровских порогах. Также авторы приоткрывают завесы над тайной Вознесеновского клада, в месте погребения Святослава и описывают историю сооружения памятника. Чтоб никто не сомневался, могила князя Святослава здесь, в Запорожье. Об этом, собственно, и книга. Первая серия – библиотека туриста. Авторы, заслуженный работник культуры Владимир Котов и профессор Георгий Шаповалов считают, пора переходить от дискуссий в прямой пропаганде исторического наследия края. Мы тут, в Запорожье, между собой выясняем, где кто погиб, где чья была крепость и иное, и иное, и иное. В это время наши, в хорошем смысле, конкуренты-соседи, не имея никаких памятников абсолютно и не имея такого богатства духовных сокровищ, как у нас, уже по дороге из Запорожья в Днепропетров стоит баннер, и нам предлагают вернуть на берег Днепра и там увидеть место гибели Святослава. Авторы приводят факты. Погребение, найденное в 30-м году, датируется X веком. Еще одно доказательство – память о князе Святославе здесь особенно дорога людям и промышленникам. Вячеслав Александрович Богуслаев, который исключительно за средства предприятия приобрели, заказали, восстановили памятник князю Святославу Храброму. Это большое доказательство тому, что историческая фигура сегодня востребована в памяти каждого из нас. Книгу о Святославе считают первой ласточкой. Надеются, найдутся еще авторы, способные достойно рассказать, как князь Дмитрий Вишневецкий основал свою крепость на Старом Днепре, на острове Малая Хортица или столице Ханамамая на территории области.